Анимаёвка 2022. Самый маляу ничевосинский фест Могилёва стартовал. Международный фестиваль анимацийных фильмов будет доужиться неколько дней. Глядачы убачат панораму новейшей анимации. Показы отбудутся у кинотеатрах областного центра. На переде конкурсы, творческие встречи, выставы и майстер-классы. Открытие анимаёвки прошло при полном аншлагу. Фестиваль текавый своей географичной палитрой. У его коллекции анимацийные фильмы разных континентов. До того ж, глядачы убачать золотую коллекцию анимаёвки. Благодаря анимаёвке идёт такое развитие детского анимационного творчества, которое, как мне кажется, очень важно, знаете, для чего? Не обязательно все будут в анимационной отрасли работать, хотя это тоже как часть профориентации, может быть. Но искусство как таковое, оно, как мне кажется, есть такая философская мысль. Это человек в искусстве проживает свою вторую жизнь. Это тот опыт, который человек приобретает для того, чтобы, может быть, не совершать каких-то плохих поступков. Для того, чтобы стремиться к светлому и к чему-то высокому, который пробуждает добрые чувства. Для удела у фестиваля заявлены работы с 44 краин света. У першиню Алжир, Гана, Малайзия, Нигера и Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Ямайка. Традиционно будут представлены и белорусские фильмы. Сегодня, конечно, это искусство, которое не имеет границ, искусство, которое, в общем-то, сегодня формирует будущее поколение. И, конечно, очень важно, что сегодня и российская школа аниматоров, и уже такая крепко стоящая школа белорусской аниматоров несет традиции того нашего детства, того искусства, на котором мы формировали прочные дружеские отношения, формировали крепкие семьи и настоящую веру в некое чудо, которое всегда сбывалось, и сказка всегда была с хорошим положительным концом. Напереде конкурсная программа, творческая состреча, выставы и майстер-классы. Наприконце фестиваля отбудется аппарат, фильмы у пероможцев, якие покажут 28-го костричника. У кинотеатрах «Радима», «Червоная зорка» и «Космос». Кристина Кранкевич, Тетяна Беловусова и Миколай Соболев. Новины региона.